МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каком бы городе вы ни жили, в большом или маленьком, даже в такой толпе народа остаться незамеченным не получится. Сотни видеокамер, которые установлены на дорогах, на зданиях предприятий, в подъездах и дворах многоквартирных домов, в общественных пространствах, ежедневно фиксируют наши движения и маршруты. Все сведения отправляются в специализированные центры. Большой брат не дремлет, шутят некоторые. Но давайте посмотрим на все это немножко под другим ракурсом нашей с вами безопасности. Ежедневно, сами того не подозреваем, мы, горожане, оказываемся под прицелом видеокамер. Так ли это необходимо, Андрей Сергеевич? На сегодня в городе Чебоксары установлены и подключены к системе правоохранительного сегмента ПК «Безопасный город» 2633 видеокамеры. На самом деле это не так много. Если мы возьмем показатели Москвы, то там на сегодняшний день 198 тысяч камер. И это примерно 64 жителя на одну камеру. Если мы будем говорить про Чебоксары, у нас этот показатель составляет порядка 192 человек на одну камеру. Так что мы имеем в виду куда еще стремиться. Андрей Сергеевич, для чего в Чебоксарах установлены видеокамеры и какой у них функционал? В первую очередь, конечно же, видеокамеры устанавливаются для правоохранительного сегмента, то есть для правоохранительных органов. И они предназначены для обеспечения безопасности шестередневности, для безопасности наших гаражан. Но я хочу отметить, что устанавливая эти видеокамеры, мы преследуем, конечно, гораздо более широкие цели. Камеры, размещенные, скажем, на перекрестках, они, конечно, показывают ситуацию с нарушениями и так далее, но эти же камеры используют структуру жительственного коммунального хозяйства города Чебоксары для собственных нужд, скажем. Эти камеры выведены в диспетчерскую систему управления светофорными объектами и позволяют более оперативно регулировать движение для того, чтобы не составить лишние пробки. Службы ЖКХ города могут через камеры контролировать чистоту улиц, могут контролировать периодичность уборок этих улиц подрядными организациями. Так что я хочу сказать, что функционал системы видеонаблюдения на данный момент гораздо более шире, чем только правоохранительные составляющиеся, скажем так. Давайте перейдем тогда прямо к мониторам. Вот, например, на самом первом мониторе, если вот здесь взять, что здесь изображено? В режиме реального времени можно наблюдать размещение камер. Система видеонаблюдения правоохранительного сегмента – это достаточно сложная система. Московская набережная на сегодняшний день, могу сказать, что это один из самых таких просматриваемых участков. И в планах администрации города сделать самым безопасным местом в городе Чебоксары планируется вдоль всей набережной порядка 4 километров установить систему видеонаблюдения, которая позволит контролировать каждый метр набережной, то есть чтобы жители здесь чувствовали себя в полной безопасности. А вот здесь мы видим очень-очень много значков разных, причем разного цвета и разной формы. Что они означают? Это разные камеры, которые распределены по своему типу. Купольные, управляемые, стационарные, камеры распознавания номеров, транспортных средств, камеры, установленные по программе «Безопасный двор», камеры, установленные в сторонних организациях, камеры, установленные в школах. То есть для того, чтобы было удобно перемещаться и для своей цели выбрать ту камеру, которая необходима в данный момент оператору. Здесь мы видим, как наш Центр Диспетербургского транспорта отслеживают ситуацию на улицах города. В частности, мы отслеживаем работу перевозчиков с соблюдением правил посадки и высадки пассажиров с тем, чтобы не нарушались правила и не создавалось угроз при перевозке пассажиров в городе Чебоксары. Оператор в режиме реального времени просматривает эти камеры, записывает видео, и в случае нарушения происходит фотофиксация, и эти материалы направляются в следующие органы для принятия мер перевозчиков. А какие именно нарушения могут зафиксировать такие камеры? В основном это посадка и высадка пассажиров из второго ряда, это остановка на пешеходных переходах и так далее. Следующее тогда монитор. Здесь у нас дворы, да, красивые осенние листья во дворах. Для чего нужен этот монитор, откуда выводятся эти изображения? Система видеонаблюдения «Безопасный город» включает в себя подсистему «Безопасный двор». На сегодняшний день в городе Чебоксары 245 дворов, многоквартирных дворов и передомовых территорий включены в систему в общее количество камер, если не изменяю память, 1359. Все эти камеры также выведены и доступны как органам правопорядка ОМВД по городу Чебоксары. Также мы вот с этого года начали обеспечивать доступ пророчек компаниям, просмотру этих камер в режиме онлайн, а также педневному архиву, для того, чтобы пророчек компании сами могли решать некоторые свои проблемы, бытовые вопросы, которые часто у них возникают, споры с жителями или жалобы жителей на уборку или на вынос мусора и так далее. То есть мы сейчас предоставляем возможность правящим компаниям просматривать те камеры, которые установлены на домах и подключены к системе «Безопасный двор» в режиме реального времени. Вот это как раз показано рабочее место оператора, управящей компании. Предоставляется это им бесплатно по соглашению к официальности, поскольку жители уже внесли плату, то есть финансировали строительство, поэтому сделан был такой сервис для удобства наших жителей в городе Чебоксары. Могут ли сами жители стать инициаторами того, чтобы установить в своих дворах, в своих подъездах большее количество камер, вообще установить камеры, если у них до этого не было? Да, вот в последнее время, в прошлый год, видеокамеры во дворах устанавливались по программе инициативного бюджетирования. То есть когда жители изъявляли, скажем так, инициативу и изъявляли желание софинансировать строительство системы видеонаблюдения. В этом случае они должны были на общем собрании в протокольном внести свое пожелание. Администрации районов собирают эти заявки. Эти заявки участвуют в конкурсе по инициативному бюджетированию. В случае победы в этом конкурсе софинансируется строительство муниципальным бюджетом, бюджетом республики, как в прошлом году было, и самими жителями. Примерно соотношение следующее, 50% строительства за счет муниципального бюджета, 20% за счет республиканского и 30% за счет самих жителей. Естественно, когда прорабатывается вопрос о количестве камер, жители сами решают, сколько этих камер где они должны быть. Единственное, и здесь есть нюанс, есть минимальное количество камер, которые требуются для ОМВД, поскольку эта камера все-таки в первую очередь предназначена система для правоохранительных структур. Поэтому минимально ставятся камеры перед входом и выходом в подъезд и въездом и выездом на территорию. Все остальное, если жители пожелают, скажем, детскую площадку включать, пожелают включить парковочные места. Все это принимается. Единственное, что просто взнос у них будет больше. Вот для меня преимущество установления большего количества видеокамер, оно очевидно, да? Это даже отсмотреть, не дай бог, если что-то случится, что если кто-то чужой проникнет в подъезд, если там поцарапают машину, которая припаркована около дома. Какие вот вы еще сюда можете добавить преимущества, когда камеры отслеживают подъезд, двор? В первую очередь это безопасность. Насколько я знаю, по отчетам ОМВД, в районах, где установлены, в жилых районах, где установлены камеры видеонаблюдения, квартирный краж снижается на десятки процентов. Это преступление. Плюс ко всему, через доступ к системе видеонаблюдения в безопасный двор службы ЖКХ, администрации районов могут отслеживать качество работы правящих компаний. То есть современную уборку, чистка снега и так далее. Преимуществ очень много. Я думаю, не очень страшно, если стоят камеры. Это все только идет на пользу. Портал, который в открытом доступе находится у нас, он был создан как раз для того, чтобы обеспечить либо показ неких публичных камер в режиме реального времени. В данный момент мы здесь видим три камеры. Это камеры с места, где ведется стройка в городе Чебоксары. В реальном времени любой желающий может зайти, и посмотреть, как на самом деле осуществляется. Не халтурит ли подрядчик, да, например? В том числе. Также на этом портале предоставлены, выведены места размещения камер, устанавливающих в программе безопасный двор. То есть жители, не зная, потому что камеры устанавливаются не только по программе безопасный двор и подключаются к нашей системе. Многие рулящие компании сами устанавливают камеры. Но вот здесь можно посмотреть, включен ли ваш дом, включен ли к системе реального времени безопасного инфора. Это только многоквартирные жилые дома или здания тоже? Нет, только многоквартирные жилые дома. Жилые дома. Мы уже видим достаточно выстроенную, налаженную систему по видеокамерам. Как это вообще будет дальше развиваться? Что дальше? Мы смотрим на другие города, у которых ситуация может быть получше. Это в основном центры, в основном столицы. И, как я уже говорил, у нас на сегодняшний день порядка 192 жителей на одну камеру. Если это Москву, это 64 жители на одну камеру. Если это Лондон, это 14 жители на одну камеру. Для того, чтобы нам достичь хотя бы московских показателей, нам нужно увеличить количество камер примерно 2,5-3 раза. Поэтому есть к чему, повторюсь, стремиться. В любом случае, система, которую мы сейчас строим, она базируется на отечественной разработке на платформе «Интеллект». Это платформа, которая позволяет переводить любое количество камер. Поэтому будем развиваться на ней и дальше. Естественно, что мы думаем о дальнейших этапах развития. Они всем известны. Это видеоаналитика, это видеоидентификация лиц, это автоматизация процессов поиска в архиве определенных изображений, определенных людей, событий и так далее. То есть в этом направлении будем идти. То есть будет больше применяться интеллект, будем больше ориентироваться на вот такие умные решения. Спасибо, Андрей Сергеевич. Далее мы сейчас посмотрим, как правоохранительные органы в целях нашей безопасности используют камеры, установленные в городе Чебоксары. Мы находимся в Центре управления нарядами у МВД по городу Чебоксары. Открылся он около 10 лет назад. Оксана Федоровна, что это за центр, что это за место и что здесь происходит? Центр управления нарядами является структурным подразделением МВД России по городу Чебоксары, которое состоит из числа сотрудников службы 0, 2 принимающих сообщения о преступлениях и происшествиях сотрудников дежурных частей, группы управления нарядами и оперативного отделения. В Центр управления нарядами выведены по программе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» видеокамеры городские. И оперативное отделение у нас отслеживает всю ситуацию по городу благодаря установленным видеокамерам. На сегодня в рамках АПК «Безопасный город» в ЦУМ заведено более 2600 видеокамер, из числа которых 1300 – это по программе «Безопасный двор», то есть установлены они в наших дворах. И свыше 700 камер – камеры, установленные в сторонних организациях, учреждениях, предприятиях, в том числе учреждениях образования. Программа «Безопасный город» реализуется совместно с вами и администрацией города Чебоксары. Расскажите про это сотрудничество. Да, программа муниципальная, программа разработана в 2013 году, программа обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. В рамках этой программы существует ряд программ, в том числе и программа правоохранительной направленности. Оксана Федоровна, ведь все камеры, которые находятся на территории города Чебоксары, что просто на улицах, в общественных местах, что в отборах, это все сделано для безопасности горожан, для того, чтобы людям было спокойнее, комфортнее, возможно. Насколько эти камеры помогают вам в сборе информации в вашей работе, раскрывать преступления, ловить преступников? В этом году в городе Чебоксары зарегистрировано свыше 5000 преступлений. По каждому преступлению обращаемся к видеокамерам, к архивным записям, они способствуют установлению лиц, составлению неземлительных ориентировок и раскрытию преступлений, без исключения по каждому преступлению. Достаточно привести последние примеры осени этого года. В октябре этого года с помощью систем АПК «Безопасный город», с помощью видеокамеры, видеоизображений, нам удалось раскрыть преступление, установить лицо, совершившее нападение на девочку в городе Чебоксары. Для этого мы по видеокамерам следили маршрут его движения, установили его места пребывания, и благодаря этому установили лицо, совершившее данное преступление. Кроме этого, также в октябре этого года нам удалось установить преступника, который совершил ряд хищений велосипедов на территории города Чебоксары. Потерпевшие оставляли данные велосипеды во дворах жилых домов, и как раз видеокамеры, установленные в жилых домах, помогли нам установить лицо и доказать его причастность к совершению ряда таких преступлений. Кроме этого, в октябре этого года было раскрыто преступление, связанное с причинением вреда здоровью, путем произведения выстрела из автомашины. Было установлено, что между водителями произошел конфликт, одно лицо произвело выстрел и в дальнейшем скрылось место преступления. Благодаря системе АПК «Безопасный город» мы установили, соответственно, автомашину, перемещение, передвижение, регистрационные номера, установили владельца, и в течение суток оперативно раскрыли данные преступления. Удается ли отследить по камерам, если, например, где очень много людей, праздник какой-то или что-то происходит, если совершаются противоправные действия, увидеть это на камерах и предотвратить совершение этих противоправных действий? При проведении массовых мероприятий в обязательном порядке обзоры видеокамер переносятся на проведение данных массовых мероприятий. И в режиме онлайн операторы у нас отслеживают всю происходящую ситуацию, и при этом незамедлительно с помощью нарядов реагируют на все происходящие события. В случае совершения правонарушений, незамедлительно ориентируют на ряды, таким образом у нас было пресечено свыше 800 административных правонарушений. То есть уже не доводя до преступления на этапе правонарушения, данные действия противоправных были пресечены. Развитие аппаратно-программного комплекса на сегодня является важным направлением для обеспечения безопасности населения, для сохранения правопорядка, сохранения контроля над оперативной обстановкой. Мы с Оксаной Федоровной сейчас проведем эксперимент. Поройдем по пути детей, учеников гимназии номер 4 города Чебоксары, которые ежедневно учатся в этой школе, затем идут домой. Камеры безопасного города проследят наш путь. Мы дошли до назначенного дома. Весь наш путь, начиная от гимназии до этой точки, за нами следили камеры. И так по всему городу Чебоксары. Раньше вездесущие камеры были для нас чем-то из области фантастики. Но цифровые технологии не стоят на месте. И уже сегодня видеонаблюдение – это новые возможности и решения, как сделать город комфортнее и безопаснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова